Встреча с Дианой Старцевой Тренер Александр Новиков взял золото. Он получил 622 очка, показав третий результат среди российских спортсменов. Во Владимире продолжается покос травы на муниципальных территориях. С этого года их выполняет муниципальный центр управления городскими дорогами, сообщается на сайте мэрии. Раньше за это отвечало МКУ благоустройство. Сейчас в ведении ЦУГД покос травы на 152 городских улицах общей площадью около 120 гектаров. В два раза меньше суммарная площадь в парках, скверах и других общественных пространствах. Как сообщили в Центре управления городскими дорогами, к покосу травы приступают, когда ее высота превышает 15 сантиметров. Ежедневно к работе привлекается от 20 до 40 рабочих с бензотриммерами, две механические косы и 9 малых садовых тракторов. Майский вальс на Георгиевской. Во Владимире прошел патриотический концерт городского духового оркестра. Он состоялся на открытой площадке во дворике Центра классической музыки. Оценить музыкальную программу могли все желающие. В концерте принял участие ансамбль мажореток, клуб исторического и социального танца, Центр классической музыки. Звучали мелодии военных и послевоенных лет. Выступили солистки Татьяна Прокушина и Виолетта Стрельцова. Актер России. Премия с таким названием присуждена артисту Владимирского академического театра драмы Александру Аладашеву на Межрегиональном театральном фестивале имени Николая Рыбакова. Актер исполняет роль Жадова в комедии «Островского доходное место» в постановке заслуженного деятеля Искусства Российской Федерации Дмитрия Астрахана. Весь творческий коллектив спектакля «Доходное место» завоевал награду в номинации «Забережное отношение к классике».